друзья всем привет сейчас сделаем песочек и курочкам и дюкам уже последний раз в этом году не последний раз а я уже на ночь кидал сегодня одну доску я думаю сейчас если будет холодать уже буду дровами то есть зала пойдет и я им залой на калачу курятники в этаже ихняя корыто и пускай они будут купаться ну а песочек сейчас приготовим чтобы уже и кстати гляньте друзья какая куча осталось ну же две трети забрали да получается две трети забрали ну в принципе больше двух двух лет пользуемся принципе нормально от эти еще коты ходят сюда друзья и уже приготовили мы сейчас по пути и фазанам сделаем так я думаю он у них там просохнет раз а вот так немножечко пускай может что-то склюют я им я им кстати шлака кидал немножечко сюда поставлю вот здесь здесь не капает да все и они будут купать а ну-ка в гнезде мне никого не моет нету яйца в лучшем случае будут весной от этих фазаник все видите две а ну две сидят на ветка они 1 на будке 1 на ветке а те все вон там они ходят надо им туда еще соломки наверное подкину да не бойся не бойся не бойся фазаниха не бойся фазаниха я же вас не трогаю я же не трогаю вас а фазан там внутри надо вот это поубирать тут еще есть а уткам надо кинуть сейчас еще поели хотя у них там еще кусочки есть вон лежит маленький все песочек есть домик есть он там ветер ветер им там не дует отсюда тоже закрыл наверху ну друзья им тут отлично если я думаю захотят и сюда залезут понятно они немножечко боятся все боятся птички и утки вот боятся ведь и куры боятся все животные боятся все равно человека как как не крутить да вот видите я иду они все убивают так сейчас я им тоже кину они его друзья им им я уже его не последнее время не бью и обращаю внимание они его сами потихонечку едем вот эти вот у нас мы трех штук продали фаворитов и у себя у нас четыре получается это все от наших уток вот а тут этих двоих а вот вон они беленькая и черная это наши утки и и вот это тут а то есть мы их опять оставим и на следующий год уже нам они его опять по-любому выведут десяток может полтора и нам предоставить а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, сделал я наконец-то вот эту вот сетку наверху. Э-э-э-э! Забыл закрыть двери. Сейчас еще вот здесь кусочек. Ну, сниму бак. И я, друзья, думаю, пока еще, в принципе, им нормально. Сейчас поставлю вот здесь вот столбик. Ну, здесь есть подиум. И вот так до этого столба кину такую вот хорошую сейчас балочку такую. Пойду выпилю и положу здесь, чтобы они ночевали под этим, под крышей. Не мочились. Так что такие вот дела. Позагребаю здесь и насыплю им песочка. Как раз, я думаю, нормально. Ну, и потом будет куда разъединить их. Которых убирать, а которые на племя. Те, что на племя, будут там сидеть. Ну, в своем теплом сарайчике. А эти будут здесь. Ну, я посмотрю. Может, им тоже что-то, что-нибудь придумаю. Так что такие вот дела. Так. Вон, пошли все вовнутрь. Да, все равно этот старая стая, она отдельная. Вот видно, прям индюшки. Гоняют молодежь немножечко. Но ничего страшного. Друзья, пошел небольшой дождичек. Валять-ка. Так. Я сходил, выпилил вот эту ерунду. Ну, брусок вот такой. Не знаю. Дождичек хотел позагребать. Хотя, такой дождичек, в принципе, не сильно и страшный. Да, сейчас позагребаю. Три индюшки. Там их надо сюда загнать, потому что они, которые перелетали. Ну, вот эти три. Остальные не перелетают, но уже и не будут перелетать. Ну, и песок. Песок, наверное, им туда вот, под шифер. На вот эти вот все разберу. Корыто. Оно не нужно, получается, делал для козочек. Ну, будут тут индюки. Да, корыто это разберу. Они там сидят. И песок будет тоже там не мокнуть. Друзья, вот так вот сделал им. Там проспорочка. Короче, будет нормально им тут сидеть. И под крышей, самое главное. И, друзья, сегодня уже тут ничего не буду. Дождичек пошел хороший. Все. Вот эта штука работает. Немножечко поправил. Там, там получается. Вот она работает тоже. Видите, здесь не капает ничего. Все, как я и планировал. Отлично. Отлично, великолепно. Они, видите, уже дождичек начали заходить, прятаться. Ну, тоже не дурачки. Те там сидят. Кстати, друзья, а ну... А, отсюда я не зайду сейчас. Это обходить надо. Пуховой петушок. Вон он сидит, друзья. Вот. Вот он. Но его очень плохо видно. Через стекло. Ну. Все, побежали. А, песок уже насыплю, может. Я, конечно, не против пускать такой дождь идет. Если вот такой, то хотя бы дней пять. Тогда будет отлично. Может, тогда денечек просохнет, и можно будет пахать. Потому что я сегодня проезжал, там ездил до пацана знакомого. Там тоже перепахали. Но я смотрю, сдалека вроде красиво, а ближе подъехал. А там вот такие глыбы. Не, я не хочу такого. Так все, такие дела. Все, индюки будут заниматься. Места у них тут предостаточно. Кушать есть. Ну, кушать у них постоянно есть, друзья. Водичка. Единственное, воду здесь, видите, чистая вода постоянно. А там где грязь, хотя тут тоже грязь. Но там разбросано. Здесь постарше индюки, а там молодежь. Ух, какой пошел. Друзья. Вон, ходит. Опа, мух ловит. Опа, поймал этот. Опа. А не, не поймал. А ты-то пока не поймает. О, поймал. Ой, и малой тут хочет. Но малой еще этот. Немножечко добавили лекарства, потому что он плохой был. Вроде бы активизировался. Ходит. Ну, посмотрим. Ну, видите, друзья, что-то пошло у него не так. Эти двое, которые были, один пропал. Этот, видите, ему хоть бы хныть. А тот пропал. Мух ловит. И сейчас так интересно. Раньше, когда они были маленькие вдвоем, мухи там много было мух. А сейчас мух там вообще нема. Хотя я и тут их всех перехлопал. Ну, может, десятка три есть. Всем привет. Вот, зайка. Десятка три может есть. Ну, это ерунда. У нас тут гардеробная на кровати. Ну, друзья, тут хорошо. Почистили. Единственное, плохо выходить на улицу. Мне приходится одеваться. Ну, вот, вывозил только что тачки. Приходилось одеваться. А на улице, друзья, идет дождичек. Полным ходом. Машину я загнал туда. Пускай не мокнет, ладно уже. А так идет хорошо. Если такой, обещают вроде до утра. Но если вот такой будет идти. Кстати, там корыто так и стоит. Но там чуть-чуть было воды. Ну, посмотрим. Завтра посмотрим, сколько же набежит. Так что, понаблюдаем, сколько дождя нам дадут в этот раз. Да, зайка? Мать природа, сколько нам даст дождя. Пятнашка. Сегодня, друзья, я тоже наблюдаю. Но, знаете как, это я так больше сам себя в голове напридумывал себе. И слежу за ней. Ну, все нормально. Уже можно точно. Сегодня получаю вчера 25. И сегодня 26 сутки. Все отлично, великолепно. Ну, вот так она кушает. Малышня. Метелки. Ляньте, ляньте, ляньте. Толкаются, толкаются. Выбежали сегодня. Я тут бегал за ними, ловил. Катя оттуда их хонит. Я отсюда. Зашел туда, они туда побежали. Рябы. Вот этот, а нет. Вот тут, черная выбежала. И вот эти два рябы. Толкаются. Розовый кабан. Мало даже им 5 литров, зайки. Уже он смотрит. Катя с ведром прошла. Они уже выглядывают. Что там? Нам не сошли, дед. Так, друзья. Вышли эти артисты. Попробовали мы их выпустить тоже. Они грибутся. Все, кипиш. Кипиш контролирует процесс. Я не знаю курочку. А, гляньте, гляньте. Опа. Опа. Она ему. Она им помогает. Она им тоже дает. Фрау кипиш. Она кипиш. Опа. Вы видели, что творит? Ну, это артистка. Ну, маленькую, наверное. Зай, может, вот эту курочку уже уберем? Посмотрим. Если что, назад кинем, да? Или не надо? Пускай лучше еще посидит. Да, пускай, наверное, еще посидит. О, гляньте, гляньте. Кипиш он на что делает. Малый, малый. Кстати, друзья. Вот я вспомнил за нее и малых. Она, она еще, как бы, когда была на улице, друзья. Я не знаю, как произошло. Она снесла яйцо. Оно такое мягкое было. И, видать, когда оно у нее, как бы, выходило. Жасминка проверяет. Оно то ли лопнуло. Но мы не видели, как оно. Это мы догадываемся. И у нее, получается, шкаролубка торчала. Мы ее поймали, аккуратненько вытащили. И вот после того мы яиц не видим, друзья. Это уже сколько, зай, прошло это времени? Пару месяцев, да? Да, месяца два с половиной назад. И вот вообще не было. Может, что-то у нее там случилось. Я не знаю. Но яиц не было пока. Но она, как бы, ходит, настроение подымает. Такая авторитетка. Сколько она там скушает. Тем более, друзья, понятно, если бы мы держали только чисто бинтамочек, знаете, там, для яиц. Да, тогда можно было бы сказать, что там, вот, она там, это не годится. Ее надо убрать, там, если бы у нас было там их 20 штук. А так пока мы, как бы, не считаем, что она там жменьку скушает. И вообще, друзья, если, как бы, там, высчитывать до миллимиллиметрика, что они там скушали, до миллимиллиграммчика, сколько они там зернышек склевали и зерна на два больше, ой-ой-ой, то лучше тогда хозяйством и не заниматься. Понятно, где-то, а как вот, смотрите, вот, бывает уже взрослый цыпленок, что-то пошло не так вот у него. Все вроде же бегают живые, утром приходишь, а он один готовый. Понимаете, это потери, потери по-любому на хозяйстве будут, а в любом деле будут потери. Даже, даже вот пример просто я проведу, бывает варишь, варишь электрод, какой-то электрод попадется негодный, прилипает, потом вся эта, ну, весь шлак из него слетит, все, больше половины электрода выкидываешь. То есть, в любом, друзья, деле есть и плюсы и минусы. Да, я вижу, напускает, да. Оп-оп-оп. Ага, ага. Ой, у меня для них есть вкусные. А, ты же принесла этот. Ага, ага. Активизировались. Ну, пока, друзья, горбузы есть, я сушки им не даю. Яблоки у меня есть, я им насушил. Ну, хоть и я знаю, что много нельзя, но я по чуть-чуть им буду давать. И абрикос в этом году я насушил. Получается, не получится. Ну, такие сушеные абрикоски. А, животинки пойдет. А, туда пошли, туда. Мне нравится. А, вон что, киви, киви. Катя иногда кушает. А я не ел вообще, да? Уже что? Уже не буду. А я не ел, друзья, вот честно. Ей его вот тут лежит дома, я его не ем. Ну, не знаю, что. Ем нравится. Да, им нравится. Я больше такое, бананчик люблю. Бананчики есть. Да, бананчик есть. Катя вчера взяла, я. Гаврюша. О, Гаврюша тоже любит. А тут тоже, да, хорошо? Не так, ну, как бы. Давай, тоже вот. Да, давай он будет нести в прикуску. Ты молодец. Да. Никак папка не перебирает. Да, папка не ест. Ну, он больше в мамку пошел немножечко. Да. 50 на 50. Такое вкусное. Да. Кстати, о, пока я пришел, Гаврюшка, индюков я всех переловил, которые были здесь. И закинул сюда, друзья. Некоторые, некоторые здесь ходят, вот. А он и малой какой-то. Ну, друзья, посмотрим. Понятно, сейчас пока их загонять не буду, но в дальнейшем я их буду загонять уже сюда. Да, тут даже еще одну повесить, а не тут, а их тут 26 штук всего, по-моему. 26 же, да, вроде? Еще одну сделать и хватит им. Сколько там? 2, 4, 5. Туда еще спокойно 3 станет. Это получается 5, 8 и 8. 16 и 16. 24. Ну, один кто-то на полу заснет. Это ж такое дело. Или где-то подвинуться в тесноте, да не в обиде. Друзья, вон он сидит. Ой, хоть бы меня на голову никто не нагадил. Вот он, видите? То есть он сидит между авторитетными петухами. Вот, видите? На самом верху. Так, а где белый тут петух? Белый петух. Блин, он тут, вот тут где-то он сидит. Ага, вон он. Вот он, вот белый петух. Он тоже в авторитете. Вон он. Ну, то было самое высокое. Самый авторитетный, это вот этот вот галашейный. И видите, пуховой сюда к нему пришел. Ну, короче. Нема, все, Гаврюш, нема. Кукурузу повыбирал у этих, вон, покидал. Сюда и сюда. С качанами никто не хочет кушать. Только козлихи. Да? Малыги вон тут огребутся. Так. Все, друзья, я уже закрыл тут и вытяжки. Короче, хорошо здесь тепло. Отлично. Ну, здесь, в принципе, раз-два, две вытяжки открыты. Но здесь не так много, то есть, допустим, здесь живности, что здесь прямо будет влажность такая. Тут такого пока немало. Конечно, когда раньше, я помню, да, здесь было, ну, как бы, и тут много свиней было, и там свиньи было, были. Да, здесь было, как бы, влажно. Но намного теплей было. Что я помню, буржуйечку подтопил. И вообще так хорошо. Буржуйка, кстати, была такая, знаете, больше... Да, буржуйка была больше для, не для обогрева, а для того, чтобы сушить, сушить воздух. Вот, видите, интересно же, оп, побежал за ними наблюдать. А что там, кусочек хлебушка им кинули, и все, они, вон, бегают счастливые друг за другом. И нам радует глаз. Так что, друзья, сколько там они съедят, то ерунда. И, кстати, муха, друзья, но... Но мы пока никуда ее не можем деть. Понятно, если бы мы... Кто-то бы ее мог бы купить. Я предлагаю тут всем. Никто не хочет покупать, понимаете? И недорого я предлагаю. Но пока не берет. Но мы же ее не выгоним, скажем, все, у тебя не этот, не будешь есть. Кушает, молодец, пускай на здоровье. Она что же, как бы, нам и поросят привела. Сколько это нам муха приводила? Два или три раза? А ну, глянь. Сейчас, Катя, глянь. Сколько раз? По-моему, три, да? Три раза. Вот, представьте, сейчас она на пенсии все заслужила. Немножечко минимальную пенсию ей платим в виде корма. Да и все, пускай еще ходит. Да, всего... Наверное, 30 было, получается. 13, 10. Угу. 30 поросят привела. Так что, даже если она там, этот, пускай пока поживет. Мы ее себе, я же еще раз говорил, убирать не будем, друзья. Мы таких и свиноматки раньше, когда были, вот даже у нас большие такие свиньи, мы никогда себе не убирали. Потому что, ну, более до свиноматок все равно, она дольше живет и к ней как-то привыкаешь, что ли. А если, допустим, вот свинки здесь, которые на мясо будут, мы к ним сильно и не привязываемся. Кстати, я хотел еще сказать по поводу имен. Имена нужны не только, что мы их там называем, а, видите, мы ведем журнал, мы все записываем. Ага, такая-то свинья, ее звали вот так-то. Где она была там? У нас все записано там, этот. Поэтому по-любому имя или кличка, кому как удобно, нужно. И, допустим, кто-то на мясо, естественно, ну, как бы, более с холодной головой. Но мы стараемся все равно сделать им максимально хорошие условия для свиней. Да, пятнаха. О, молодец. Вот такая свинья. О, видите. Вот так ей тоже нравится. Так что такие дела. Все, друзья. Ну, индюковый дождь пошел. Хорошо, что он пошел, слава богу. Ничего страшного, подождут еще с песком. Песок я набрал. Да, если что, я завтра поставлю возле печки, он подсохнет. Но надо высыпать в корыто какое-то железное. О, а я его сюда поставлю корыто вот сюда и насыплю туда. Он высохнет и туда насыпем. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока. Все в сборе. Дождь пошел. Володька в будке, а ну. Володя в будке лежит, отдыхает. Все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok